В эфире новости Израиля в студии Борис Штерн. Добрый вечер. И вначале коротко о главных темах выпуска. ООН в ожидании. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт готовится к своему первому выступлению на Генассамблее ООН. ООН. Египет рулит. Каир и Иерусалим обсуждают палестинский вопрос. Состоялись переговоры министров иностранных дел двух стран и разговор на высшем уровне. Кто виноват? Американская Нью-Йорк Таймс сообщила подробности убийства иранского физикоядерщика Максена Фахризаде. По версии газеты, виноват Моссад. Иранская угроза, сирийский вопрос, палестино-израильский конфликт. Это не полный перечень тем, на которых собирается заострить внимание премьер-министр Нафтали Беннетт во время выступления на Генассамблее ООН 27 сентября. Это будет уже второй визит главы правительства в США с момента его вступления в должность. Предполагается, что в своей речи Беннетт уделит особое внимание мирным соглашениям со странами Персидского залива, годовщина подписания которых отмечалась на прошлой неделе. В ходе онлайн-конференции, приуроченной к этому событию, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Израилю помощь в процессе нормализации отношений с арабскими странами. А министр иностранных дел Израиля Яир Лапид пригласил другие страны региона присоединиться к Авраамовым соглашениям. Мы должны отметить, что Авраамовы соглашения – это клуб, который открыт для всех. У нас общие цели – сделать так, чтобы и другие страны региона последовали этому примеру и присоединились к нам ради новой эры сотрудничества и дружбы. При этом израильские власти считают важным поддерживать тесные контакты с Иорданией и Египтом, соглашения с которыми были достигнуты задолго до соглашения Авраама. Яир Лапид пообщался с главой МИДа Египта Самыхом Шукри. Напомню, что в июле министры встретились в Риме, а глава правительства Израиля Нафтали Беннетт встретился в Шарма-Шейхе с президентом Египта Абдель-Фаттахом Ассиси. Главной темой переговоров была ситуация в секторе газа. Дружеские похлопывания по плечу, оживленные беседы и всячески демонстрируемое дружелюбие. В первый раз за последние 11 лет премьер-министр Израиля в Египте. Понедельник в Шарма-Шейхе выдался историческим. Нафтали Беннета принимал египетский президент Абдель-Фаттах Ассиси. Им явно было что обсудить. В течение трех часов лидеры двух стран беседовали с глазу на глаз и затем продолжили диалог в расширенном составе. К Беннетту и Ассиси присоединились силовики и дипломаты, в том числе, если верить СМИ, Ярон Блюм, координатор по делам пленных и пропавших без вести. Сам Беннетт назвал многочасовое общение с египетским руководством важным и нужным. Это была очень важная и очень хорошая встреча, во время которой мы первым делом создали базу для продолжения взаимоотношений. Мы обсудили целый ряд проблем в сферах политики, безопасности и экономики. Мы говорили о том, как можно углубить и укрепить связи между нашими странами, взаимные интересы. Израиль постепенно открывается для стран нашего региона и основа для долгосрочного признания – это мир между Израилем и Египтом. Поэтому обе стороны должны стараться укреплять взаимоотношения. Именно это мы и сделали сегодня. При этом, несмотря на общие фразы, нетрудно догадаться, какая именно тема стала главной для обеих сторон. Вскоре после встречи в Шарм-эль-Шейхе, в египетских СМИ появились сообщения о том, что Каир предупредил Хамас. В случае, если ракетные обстрелы израильской территории не прекратятся, ЦААЛЬ начнет военную операцию в секторе ГАЗа. Очевидно, что встреча в Шарм-эль-Шейхе стала продолжением выступления министра иностранных дел Израиля на форуме по борьбе с террором в университете Райхмана. Яйр Лапид представил план урегулирования в секторе ГАЗа. На первом этапе речь идет о гуманитарном восстановлении газа при ослаблении влияния Хамаса. На втором – палестинская администрация возьмет на себя управление сектором, его гражданскими институтами и экономикой. По словам министра, программа «Экономика в обмен на безопасность» является более реалистичной версией плана восстановления в обмен на демилитаризацию за авторством бывшего американского президента Дональда Трампа и предусматривает активное участие в восстановлении сектора как Египта, так и палестинской администрации. Программа была поддержана многими европейскими лидерами России, а также странами Персидского залива. Также ожидается, что укрепление Хамаса в секторе ГАЗа удастся предотвратить. Предполагается восстановить в ГАЗе систему электроснабжения, подключить сектор к газопроводу, начать строительство опреснительных установок, жилья и восстановление транспортной инфраструктуры, а также дорог, связывающих ГАЗу с западным берегом. Ожидается, что взамен Хамас прекратит любую вооруженную активность против Израиля. «Израиль надеется, что на этом этапе международное сообщество окажет содействие в борьбе с контрабандой вооружений в сектор ГАЗа, а также с незаконным поступлением денежных средств террористам. Без создания надежных механизмов надзора ни одна страна мира не согласится инвестировать средства в восстановление ГАЗа». При этом Лапид отметил, что любое нарушение со стороны Хамаса приведет к остановке процесса восстановления. Лапид процитировал Нафтали Беннета, который ранее заявил, что Израиль готов в обмен на мир дать ГАЗе больше, чем раньше. Но в случае нарушения договоренности Хамасом ответ Израиля будет намного серьезнее и тяжелее. Любое нарушение со стороны Хамаса покажет, что истинной целью лидеров террористической группировки является уничтожение Израиля, а не благополучие палестинского народа. Даже в том случае, если на первом этапе Хамас прекратит террор, Израиль продолжит контролировать выключатель от электростанции и водопровода. Затем к этому процессу присоединится палестинская администрация. На втором этапе в районе КПП Эрес будет создана крупная промышленная зона. За работу КПП будут отвечать Каир и Рамала. К инвестиционными проектами будет управлять комитет доноров, в который войдут ЕС, США, Всемирный валютный фонд и Всемирный банк. К ним присоединятся страны Персидского залива во главе с Объединенными Арабскими Эмиратами. Лапид при этом подчеркнул, что в рамках плана не идет обсуждение урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа «два государства для двух народов». В этом существенное отличие от плана Трампа. Тот, в частности, предусматривал заморозку на четыре года строительства еврейских поселений. А самим палестинцам, как настаивал 45-й президент США, предоставлял последний шанс обрести собственное государство. Впечатляющие подробности операции по ликвидации в ноябре прошлого года иранского физика Мухсена Фахризаде опубликовала американская Нью-Йорк Таймс. Одного из руководителей иранского проекта по созданию ядерного оружия расстреляли с помощью скорострельного пулемета, который управлялся через спутник с использованием искусственного интеллекта. Издание утверждает, что план покушения был разработан совместно с американской стороной. Иранский физик-ядерщик Мухсен Фахризаде, который считался руководителем ядерной программы Исламской Республики, был убит агентами израильской спецслужбы Массад с помощью специально созданного робота-убийцы. Об этом сообщает американское издание Нью-Йорк Таймс со ссылкой на американских, израильских и иранских чиновников. В ликвидации, согласно изданию, было принято решение использовать французский пулемет FN-MAG, способный производить до 600 выстрелов в минуту. На него установили специальный механизм, позволяющий управлять оружием на расстоянии. По сути, речь идет о роботе, управляемом дистанционно. Спланировать и осуществить убийство Фахризаде в конечном счете удалось благодаря серьезным нарушениям протоколов безопасности со стороны Корпуса Стражей Исламской Революции, отвечающих за его охрану, а также беззаботности, граничащей с фатализмом самого физика. Фахризаде, несмотря на всю окружающую секретность, хотел жить нормальной жизнью, выезжать с семьей на море, осуществлять загородные прогулки. Отправляясь на работу, он часто сам садился за руль, вместо того, чтобы продвигаться в бронемобиле под охраной. По информации газеты, весь комплекс весил одну тонну, поэтому его разобрали на мелкие части, чтобы постепенно перевезти в Иран и собрать уже на месте. Оружие установили на иранском пикапе. Машину начинили взрывчаткой, чтобы после ликвидации взорвать робот-пулемет, не оставив следов. Наконец, автомобиль был буквально нашпигован камерами, чтобы получать изображение с места с разных углов. Управление вооружением велось через спутник и с использованием искусственного интеллекта, который корректировал задержку сигнала изображения в 1,6 секунды. Другими словами, сигнал изображения поступал с задержкой из-за передачи через спутник. Искусственный интеллект учитывал этот фактор и позволял операторам, которые задействовали пулемет, более точно наводить его на цель. Первая очередь, как утверждает издание, пришлась наверх лобового стекла. Мгновенно была сделана корректировкой и следующей очередью не менее трех пуль попали в Фахризаде. Ему удалось выбраться из машины и следующей очередью он был смертельно ранен в позвоночник. Отмечается, что стрельба велась расстояние примерно в один километр. Всего было выпущено около 15 пуль. Охранник, который первым выбежал из-за кортежа, так и не смог понять, откуда был открыт огонь. Автомобиль с роботом-пулеметом взорвался, как и было запланировано. По данным газеты, с 2007 года агенты Моссада убили шестерых иранских ученых-ядерщиков, работавших с Фахризаде над программой по созданию ядерной боеголовки. Его же пытались ликвидировать еще в 2009 году. Тогда израильская разведка заподозрила утечку информации, после чего операция была отменена. Подготовка к новой операции, согласно данным журналистов, началась в конце 2019-го, начале 2020-го года, после серии встреч, состоявшихся между израильскими официальными лицами и высокопоставленными американскими чиновниками. В них якобы принимали участие директор Моссада Йоси Коэн, тогдашний президент США Дональд Трамп, госсекретарь Майк Помпео и директор ЦРУ Джина Хаспелл. После того, как Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки, Израиль решил вернуться к операции. Коэн представил заокеанским коллегам список возможных спецопераций, в котором физическое устранение Фахризаде выносилось на первое место. Американские спецслужбы согласовали его с высшим руководством. Белый дом был воодушевлен невнятным ответом иранских властей на другое убийство. В январе 2020 года около аэропорта Багдада погиб командующий спецподразделением Эль-Кут с корпуса стражи исламской революции Касым Сулеймани. Материал с подробностями ликвидации иранского ядерщика совпал со значимым для Тегерана событием. Иран стал девятым полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Президент страны Ибрахим Раиси назвал эту организацию одной из немногих возможностей для достижения подлинного мира и сотрудничества на региональном уровне. Бывший посол Израиля в России, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности при Тель-Авивском университете Цивимаген, считает, что со сменой власти в еврейском государстве особых изменений в отношениях Москвы и Иерусалима не наблюдается. Россия продолжает считаться с израильскими интересами на Ближнем Востоке. Израиль понимает российские интересы. На этом и строятся двусторонние связи. Я считаю, что отношения были и остаются нормальными вообще, если суммировать, позитивными. Есть определенные вопросы, которые возникают в последнее время и требуют своего решения. Я смею надеяться, что был найден какой-то позитивный подход, иначе мы не встречались, не договаривались. И на данном этапе я считаю, что и сирийский вопрос, и более широкий контекст пересмотрены, скажем, позитивно. Я хочу напомнить, что речь идет не только о российско-израильских, скажем, отношениях по вопросу координации, а идет вопрос о регулировании ситуации в Сирии. Идет вопрос о позиции по отношению к присутствию Ирана в Сирии, которая является основной проблемой Израиля, с которой он готов, скажем, конфликтовать до победного конца, условно говоря. Идет вопрос, и не исключено, что он будет совместно рассматриваться с Россией о общем подходе по региону, в смысле региональное решение на Вижнем Востоке. Не исключено, что при присутствии других держав, в частности Соединенных Штатов, вопрос уже рассматривался. И Россия ставит, как всегда, вопрос о ее участии в процессе, скажем, урегулирования Палестино-израильских отношений. Но ежели этот вопрос сдвинется с мертвой точки, на которой он сейчас находится, не исключено, что Россия примет в ней более активное участие. Я должен подчеркнуть, что есть якобы негативная позиция определенных кругов в России, которая рассматривает происходящее в Сирии со своей точки зрения негативно. И это ощущается в российских, определенных российских СМИ. Я не уверен, что это и есть позиция, скажем, Кремля. Но это есть позиция определенных, не скажу кругом, скажу больше, скажу тех или иных структур или систем. По-моему, это сейчас пытаются урегулировать и уже урегулированы. И к теме коронавируса. Решение Федерального управления США по контролю за лекарствами одобрить так называемую бустерную прививку от коронавируса только для лиц старше 65 лет, может негативно повлиять на готовность израильтян вакцинироваться. Такое опасение озвучили в Министерстве здравоохранения Израиля. В Минздраве подчеркивают, что третья доза увеличивает защиту организма от ковида в несколько раз, а решение FDA не связано с конкретными медицинскими рисками, а продиктовано недостаточностью информации о побочных эффектах вакцинации. Израиль стал первой страной в мире, где число вакцинированных третьей прививкой превысило 3 миллиона человек. Вместе с тем примерно полтора миллиона граждан, которые уже сделали две прививки и имеют право на третью, все еще не прошли вакцинацию третьей дозой. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Оставайтесь на RTVI. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова